Случай ясновидения Людовик Б. 7-летний мальчик Живой, веселый, крепкий, одаренный при этом прекрасным здоровьем Он положительно свободен от каких-либо признаков невроза Равно как и его родители, люди спокойного нрава и воздержанного образа жизни Таким образом, ни малейшего нарушения гармонии спинномозговой деятельности никогда у него не наблюдалось Еще в пятилетнем возрасте дитя это, казалось, пойдет по стопам знаменитого Иноди Его мать, вздумавши учить его таблицы умножения, не без удивления заметила, что он знает ее не хуже ее Вскоре ребенок шутя достиг того, что производил умственное умножение с весьма большими множителями В настоящее время достаточно ему прочесть на выбор любую задачу из собрания задач Чтобы он тотчас же дал решение Например, если я положу в карман 25 франков 50 сантимов У меня будет втрое больше, чем я теперь имею минус 5 франков 40 сантимов Сколько у меня денег? Едва задача произнесена, как дитя, не давая себе времени на размышления, отвечает 15 франков 45 сантимов Что совершенно верно Берем какую-нибудь задачу в конце книги из более трудных Например, радиус Земли равен 6366 километров На какие расстояние до Солнца в милях? Знаю, что оно равно 24 тысячи земных радиусов Крошка тотчас же дает своим тоненьким голоском требуемый ответ 38 196 тысяч миль Отец мальчика, занятый своей службой, не обращал сначала внимания на странности своего ребенка Наконец и его это заинтересовало И как немало он был наблюдателен, однако же вскоре заметил Что дитя очень мало А иногда и совсем не слушает чтение задачи И мать, присутствие которой составляет необходимые условия успеха, опыта Должна всегда иметь перед глазами или в уме решение задачи Отсюда он заключил, что его сын не вычислял Но угадывал, или лучше сказать, читал в мыслях матери Для того, чтобы убедиться в этом, он попросил госпожу Б. открыть лексикон И спросить своего сына, какая страница у нее перед глазами И тот тотчас же ответил страницу 456 Десять раз повторяли этот опыт И десять раз получались совершенно верные ответы Таким образом, ребенок из математика превращался в колдуна Или, чтобы не обижать его, скажем, в отгадчика Но его замечательные способности иственные видения не ограничиваются одними числами Достаточно госпоже Б. отметить ногтем в книге какое-нибудь слово, как ребенок тотчас же называет подчеркнутое слово В записной книжке достаточно записать какую-нибудь фразу, даже постороннему лицу И как бы она ни была длина Достаточно ей пройти перед глазами матери, как дитя повторяет фразу слово в слово Даже не подозревая, что он делает что-нибудь необычное Даже нет надобности, чтобы число, слово или фраза были написаны на бумаге Достаточно, чтобы они были ясно формулированы в уме матери Чтобы ребенок прочитал их Настоящим триумфом ребенка служит игра в карты Он угадывает одну за другой все карты Без колебаний называет он спрятанную вещь Если спросить его, сколько денег в кошельке То он называет одну за другой все монеты, заключающиеся в нем Где ребенок особенно забавен, это в переводах с иностранных языков Можно подумать, что он хорошо понимает по-английски, по-испански, по-гречески Недавно друг дома спросил его смысл латинской загадки Люпилки, рыбарь, синий, педебюс, синий И ребенок отвечал совершенно верно Словом, маленькое чудо было у всех на устах Теперь мы познакомились с фактами Попробуем же приподнять хоть уголок покрывала За которым скрывается это таинственное явление чтения мыслей Если это просто внушение Факт, что для того, чтобы отгадать, дитя имеет нужду в матери Как в зеркале, в котором отражаются те мысли, которые он отгадывает Дает этой гипотезе известное основание Во всяком случае, здесь не может быть вопроса о гипнотическом внушении Так как никогда не наблюдалось у маленького Б предварительного гипноза Если это и внушение, то внушение в состоянии бодрствования Но рассмотрим обстоятельные гипотезы внушения в бодрственном состоянии Явление внушения заключается в проникновении мысли экспериментатора в мозг субъекта Следовательно, для наличности внушения в рассматриваемом нами случае Необходимо доказать существование у матери известного психического напряжения воли Необходимого для успеха опыта Между тем, чтение мыслей происходит по большей части помимо ее желания Всякое дело имеет обратную, неудобную сторону Когда дитя достигло таких лет, когда можно было приступить к учению Мать, взявшая на себя этот труд, не без грусти заметила Что под ее руководством дитя не давала, не делала ни малейших успехов Отгадывая все, маленький Людовик не обнаруживал ни малейшей самодеятельности Ни суждения, ни памяти Необходимо было прибегать ко всевозможным ухищрениям для того, чтобы вести дело обучения Из этого само собой понятно, что госпожа А.Б.А. не могла иметь большого расположения к внушению Таким образом, если мы имеем здесь дело и со внушением То во всяком случае с таким, который не сопровождается каким-нибудь видимым усилием со стороны экспериментатора Так что в настоящем случае получается как бы непосредственная прямая передача мысли Вот какое объяснение обыкновенно дается этому последнему факту Всякое психическое явление, как известно, сопровождается различными органическими явлениями Мускульными и другими Эти незаметные изменения составляют нечто вроде языка знаков Которые воспринимаются и столковываются известными субъектами Обладающими чрезмерной анормальной чувствительностью Понимаемое в таком смысле внушение может происходить и помимо воли внушителя Однако ж такое толкование довольно трудно применить к данному случаю Мы видели, как мало похож маленький Людовик на субъекта с чрезмерной возбужденной чувствительностью И при том, нисколько не стараясь отгадывать по выражению лица своей матери Он одинаково хорошо читает ее мысли, как с закрытыми, так и с открытыми глазами Таким образом, как кажется, необходимо отказаться от попытки объяснения этого странного явления Посредством гипотезы внушения И следует поискать другого пути Нелегко, однако, ориентироваться в этой неизведанной области Трудность найти объяснение служит одной из главнейших причин Отрицания фактов, вроде ясновидения со стороны многих ученых А однако ж едва ли логично отрицать факт потому только, что его нельзя объяснить Некогда подобным же аргументом старались воспрепятствовать Земле двигаться вокруг Солнца Случаи ясновидения двойного зрения, чтения мыслей слишком многочислены для того, чтобы продолжать игнорировать их В ожидании будущего объяснения попробуем, однако, хоть на один шаг углубиться в вопрос По примеру того, что происходит в нашем собственном теле между двумя симпатическими органами Нельзя ли сделать предположение, что и между некоторыми отдельными личностями Может существовать известного рода сродство Все равно, как ни назовем его Силой или током, месмерическим флюидом магнетизеров Нервной силой, беретти или электродинамизмом, филиппса Известную опору такому предположению дает следующее наблюдение Сделанное самой госпожой Б Заметив, что ее сын не делает ни малейшей ошибки в чтении ее мыслей В то время, когда она находится непосредственно возле него Она вздумала поместиться за ширмами После чего передача сделалась гораздо затруднительнее со многими ошибками Этот факт, по моему мнению, проливает некоторый луч света в этом темный хаос И при помощи, быть может, его Удастся найти со временем разрешение загадки Достопочтенный Эф векаре церкви всех святых в Ламбете В своей книге «Проблески сверхъестественно» помещает следующий рассказ Одна дама со своим мужем, занимавшим довольно высокое положение в Индии Возвращалась после четырехлетнего отсутствия к своему семейству, состоящему из трех детей Как вдруг в Египте опасно заболела Так что, несмотря ни на какие заботы и лечения, не оставалось почти никакой надежды на ее выздоровление Ей сообщили о ее опасном положении И она с истинным благоговением готовилась к последней минуте Ее мучило только одно сильнейшее желание увидеть еще раз своих отсутствующих детей Что она и высказывала часто всем окружающим ее В течение более чем недели, день за днем, она только и говорила, что об этом желании Замечая, что она умерла бы спокойно, если бы только оно исполнилось Утром в день смерти она впала в глубокий, но покойный сон, из которого ее трудно было вывести Однако вскоре после полудня она вдруг проснулась, говоря, слава Богу, я видела их всех И затем снова заснула Вечером совершенно спокойно и благоговейно она скончалась Теперь остается рассказать самую замечательную часть этого происшествия Дети этой дамы воспитывались в Тарквая, под наблюдением ее подруги В самое время, когда мать их заснула, они находились все вместе в одной из двух занимаемых ими комнат И играли в обществе няни, никогда не видавшей их родителей Вдруг их мать в своем обыкновенном виде вошла в большую из двух комнат Остановилась, посмотрела на каждого из детей, улыбнулась им, прошла в соседнюю комнату и там исчезла Трое старших детей узнали ее тотчас же, но были смущены и взволнованы ее видом и молчанием Младшие няни видели, как женщина в белом вошла в маленькую комнату, затем медленно прошла мимо их и исчезла Время этого явления было точно замечено и впоследствии оказалось, что оба происшествия случились почти одновременно Приведем здесь прекрасный рассказ об одной ясновидящей Взятый нами сокращение из книги известного русского галлистка Парта Иерея Наумовича Дед Ануфри однажды рассказал своему внуку Николаю следующую историю про ясновидящую, дочь помещика того имения, где он жил Богаты были наши помещики, так начал он свой рассказ Ужасно богаты И деток им Бог посылал тоже, но те у них как-то все не росли Бывало, родится ребенок дюжий, здоровый, но как только вступит в пятый годок Вдруг скоропостижно умирает, точно косой его скосят Так умерло у них десять человек детей, и все по пятому году Сколько покойница барыня не убивалась, сколько не раздавала денег нищим на церкви Да на свои костелы ничто не помогало Умер десятый ребенок, и пять лет после того детей у них не было уже Едет она бывала на кладбище, велит разобрать каменные могилки, открыть гробики Плачет над ними, убивается до обморока А противили им уж всякие имения, да и подлинно На что же человеку все это, когда нет у него ни одного ребенка Ну вот раз приходит к ним в усадьбу старик, нищий, седой, совсем старый, пристарый Барыня вышла к нему, подала серебряные монеты, да и говорит Молись, дедушка, чтобы Господь нас помиловал А дед-то ей в ответ Помилует вас Господь милосердный, помилует Только вы покайтесь, не обижайте народ, будьте к нему милостивы Поезжайте-ка вы в Пачаев, в Лавру, говейте там три дня, потом исповедайтесь и причаститесь Да пусть монахи отслужат вам обеден заказную и сакафистом Богородицы А вы всю ту службу, чтобы оба стояли на коленях Только когда будут читать Евангелие, можете с колен подняться Барыня послушалась, подала детке еще такую же монету и сама побежала к барину А нищий тем часом куда-то исчез О чем-то мы не говорили с собой неизвестно Но завтра барин велел запрягать лошадей, поехали они оба в Пачаеву Молитва ли фернецов, милость ли Божия Только после того года великая радость у наших господ Послал им Бог снова дочку, и окрестили они ее Анной Того дня, когда ее окрестили, созвал барин своих управителей, писарей и всех присмотрщиков И сказал им так Смотрите, чтобы во всех моих имениях нигде следа не было ни палки, ни плети Кто из вас посмеет ударить кого-нибудь из людей моих, лишится места Кому сделано какое притеснение, обиды, за все наградить Ничьей обиды и притеснений я не желаю И растет их девочка, растет не ребенок, а настоящий ангел Такова хороша собой, да прекрасно, что кажется весь свет исходи Другой такой нигде не сыщешь Проходит уже пятый год, в котором все старшие их дети померли Господа от забот не знают покоя ни днем, ни ночью Все холят, да нежат ее, да берегут На пятом же этом году везут они ее в почаев к тому старенькому монаху Что предсказал им Божье помилование И читает монах над ней молитвы и Евангелия Двенадцать других чернецов правят соборной обеднию И обмывают ее родители почаевской водою И что, кто не укажет, молитву ли какую читать, жертву ли куда принести Все то охотно делают Господь точно их помиловал Девочке пошел шестой годок А она растет себе, красуется на радость родителям Что твой маков цветок Такой красавицы, говорю, тебя ни до того, ни после у нас не видали Но еще краше была ее душенька Бывало, всякий день идет к обеде в свой костел А по русским праздникам в нашу церковь Стоит там по-нашему степенно и со страхом Как сейчас вижу ее перед собой сердечную И молится горячо и с умилением А по окончании божественной службы раздает нищим деньги И всем вдовам, больным, убогим Всем, что не в силах сами работать и кормиться Велит приходить и присылать в усадьбу за мукой, за крупой, солониной и всяким добром Зато у нас на посаде все про нее, про барышню Анну Только и говорили, как про настоящего ангела, хранителя и утешителя И выросла девица прекрасно И со всех сторон стали наезжать к ней женихи Тот богат, этот еще богаче Один красавец, другой еще лучше Но никто не пришелся ей по сердцу Она все лишь читает святые книги Все только молится, да творит добрые, милосердные дела Анне минуло восемнадцать лет И была навсегда здорова и весела Точно молоденькая серночка в лесной чаще Никто и не думал, чтобы ей на долю выпала не такая свадьба О какой мечтали ее батюшка с матушкой В самую великую пятницу, когда мы собирались к площадинице Стали в народе говорить, что барышня Анна разболелась На другой день коляска за коляской Скачут уж к нам в усадьбу Доктора из Львова Пробыли у нас несколько дней Думали, гадали и разъехали Сказавши, что такой болезни никто никогда и не видывал Плакал народ на всем посаде И с конца в конец Даже жидовство И то молилась в своей школе И не было человека, кто бы горячо об ней не молился А болезнь ее точно была особенная, невиданная С утра, говорит, со всеми ни на какую боль не жалуется Только лицом стало бледнее Да с тела спала И так была слаба, что руки не могла поднять А как двенадцать часов пробило В полдень, значит, закроет глаза И лежит, как мертвая Губами только шевелит И все говорит, говорит, говорит И таково чудно, милый мой, говорило Такие все слова Что я сам никогда бы не поверил Ежели бы своими ушами не слышал Говорило про души человеческие Куда они по смерти отходят И рассказывала, что она их видит и с ними беседует Всякого узнавала И притом всякого такими словами наставляла Учила, что никто из бывших не мог удержаться от слез Хотя глаза у нее постоянно были закрыты Перстами книгу читала Сказывала, сколько времени на часах Минута в минуту, когда часы прикладывали ей к сердцу И про каждого из знакомых все знала И где что на свете деется, угадывала Старые господа оба заболели При ней находилась только ее верная старшая горничная девушка Да другие слуги А народ валил к ней смотреть, будто на какое диво Но когда приходил человек тяжко перед Богом грешный Например, что жил обманом, кривдой людской Или безбожник какой в Бога неверующий Или такой, что любил непотребные гнилые слова говорить Или клясть Или такой, что худо в супружестве жил Дурной пример подавал детям То человек этот был еще на дворе А она уже видела его духом и говорила Не пускайте ко мне этого человека Или эту женщину Это безбожный человек Как он войдет, со мной будут корчи Николай И ты тоже был у ней Видел ее и слышал ее разговор Ануфри Разнеслась по всему околотку Кругом молва Что с барышней Анной приключилась болезнь Да непростая В сонном видении она все знает И дивные речи говорит Повалил к ней народ валом Идут и едут в усадьбу Точно где на базар или церковь Я в леной иконе Я сначала не поверил, знаю Ведь народ наш зачастую Сглупо болтает Да еще, как говорится К былим всякие небылицы Привирать любит Но потом и меня взяла охота Побывать в усадьбе Иду Но тут как раз повстречался Мне покойный батюшка Отец Андрей Левицкий Да и спрашивает Был ли, мол, в усадьбе-то Видел ли барышню Анну Сейчас вот собирался, отвечаю Но не возьму я все, говорю Хорошенько в толк, батюшка Что это народ к ней так повалил Идут и едут без конца Стоит идти ехать, мой милый Есть на что посмотреть Есть что и послушать Такие дела Не зауряд дается Видеть и слышать человеку Что же такое, говорю Подлинно ли, батюшка, духовный отец Она святая Поистине святая Потому что душа чистая И богобоязненная Отвечает батюшка Ежели и был в ней грех какой-то Лишь самый обыкновенный Она очистила его Своими добрыми делами Она, понимаешь ли ты Ясновидящая А что такое ясновидящая Я этого слова не понимаю Изданно, сын мой Бывали люди добродетельные И чистые перед Богом Которые получали от Бога Такую благодать Что не только яснее Видели здешнее земное Но еще при жизни В этом мире Возносили с душой своей Превыше земли И зрели дела Загробного мира Такова ясновидящая И есть Анна Она, видишь ли, Жила все в Боге В молитве В добрых делах Милосердия И сострадания И она поистине Была не от мира сего Потому что мир Наш мир злой Лукавый Нечистый Грешный Она явилась Здесь лишь на короткое время Чтобы показать другим Как жить Правильно Богоугодно Потому что Теперь наступает Конец земной ее жизни И отходит она В свое Истинное Небесное Отечество К чистым И светлым духам Но пока еще Отойдет Говорит нам О небесном Чтобы мы Покаялись И начали Совсем другую жизнь Коли хотим Получить спасение Вы были У нее Батюшка Был Она велела Позвать меня К себе Как только Занимогла С первого дня И просила Чтобы я От нее Не отходил Я Пробыл там Четыре дня Но больше Не мог Выдержать Ее разговора Кто ее Не слушал Все были Не в силах Удержаться От плача Что же Она говорила В первый день Как только Впала она В этот сон Свой Велела Позвать Барина С барыней И всех Слуг Всю дворню И сказала Примье Что Умрет Непременно Но чтобы Никто Об ней Не плакал Потому что Отходит Она В такое Место Где нет Ни горя Ни скорбей А жили бы Все по-христиански В молитвах В любви Да в добрых И святых Делах Это ты Отец Андрей Промолвила Она Спасибо Что пришел Проведать А потом К Тимофею Служителю Подойди Поближе Тимофеюшка Ты верный Слуга Мой Друг И брат Мой Милый Не плачь Зачем Плакать Зачем Все Вы плачете И ты Отец Андрей Плачешь Я не мог Вымолвить Слово Меня Душили Слезы Безмерная Печаль Сжала Всю душу Мою Выплакавшись В воле Я оправился И сказал Как же Об вас Не плакать Когда вы Так больны Сел Так Все мы Любим вас Барышни Госпожа Наша Милая Душа Невольно Ноет И болит Не называй Меня Ни госпожой Ни барышни Говорит Это Земные Слова Там Куда Я Иду Теперь Нет Таких Слов Один Бог Господин Всего Мира А мы Все Братья И Сестры Я Видишь Говорю Тебе Ты И И Она Все Так Спрашивая Закрытыми Глазами Говорила Пока Бывала В том Сне Постоянно Имела Глаза Закрытые Но Видела Всякого Кто К ней Приходил Всех Узнавала Всякому Что-нибудь Особенное Говорила Мы Даже Давали Книги Запечатанные Письма И Она Перстами Вчитала Не Глазами А Именно Перстами Лучше Сказать Духом Своим Каким-то Особым Чутьем Оттого То Люди В таком Сне Зовутся Ясновидящими Что Они Видят И Сквозь Переплет Что Написано В Книге И Сквозь Каменные Стены Что Делается На Дворе И За Тысячи Верст Что Где Происходит На Свете Николай Как Так Стало Быть Она Знала Будущее Что Должно Случиться Ануфий Нет Этого Она Не Знала Будущее Не Предсказывала И Ни О Чем Таком Что Еще Только Должно Случиться Кроме Смерти Своей Не Говорила Когда Мы Ее Спрашивали Насчет Будущего Кто Сколько Лет Проживет Например Или Другое Что Она Или Молчала Или Отвечала Коротко Будет Чтобы Она Видела На Такую Даль За Тысячу Верст Где Что На Свете Деется Ануфри Душа Бестелая Или Как Говорится Правильнее Вне Тела Совсем Иначе Видит Все И Знает Чем Как Душа В теле Потому Что Земное Тело Грубое Тяжеловесное И Держит Душу Как Бы В темнице В Плену В Неволе Ну А Ее Душа Была Разве Не В Теле Такова Была Божья Воля Что И Не Совсем Еще Отделившись От Тела Могла Она Уже Вознестись В Другой Мир Николай Мне Просто Не Вериться Почему То Чтобы Так Могло Быть На Самом Деле Ануфри Если Мне Не Веришь Поверь Святому Апостолу Павлу Он Тоже Рассказывает Что Знал Двух Подобных Людей Одного Восхищенно Бывшего Даже До Третьего Неба Другого Восхищенно Был В Рай И Слышал Неизреченные Глаголы Которых И Невозможно Человеком Пересказать Значит Уже Во времена Святого Апостола Павла В числе Обратившейся Ко Христу Людей Было Двое Таких Что Еще При Жизни Вознеслись Духом Один До Третьего Неба Другой Гораздо Выше Самый Рай И Этот Другой Слышал Там Какие-то Слова Которых Человек И Сказать Не Может И Не В силах Чудеса Ты Все Говоришь Дедушка Но Продолжай Что Еще Рассказывал Тебе Покойный Отец Андрей Ануфри Передам Тебе Лишь Вкратце Потому Что Рассказывать Все Отняло Бы Слишком Много Времени Говорила Помни Еще Что Анна Три Дня Рассказывала Про Ад Явился Ей Сейчас В первый День Болезни Дух Ангел Путеводитель Который Водил По тем Бедственным Местам Что Мы Называем Адом Рассказывала Про Тьму И Страшные Муки В которых Пребывают Великие Грешники Те Что При Жизни Здесь На Земле Противились Богу И Его Заповедям Но Подолгу Смотреть На Это Она Не Могла Только Все Повторяла Люди Люди Братья Почитайте Образ Божий Душу Свою Любите Бога И Ближнего Хвалите Бога И Крепко Держите Его Заповеди Чтобы Не Прийти В Это Несчастное Место Всякий Кто Попадет Сюда Будет Безмерно И Бесконечно Жалеть О Своем Неразумии Потому Что Здесь Грешник Проклинает Час Когда Родился Но Паще Всех Мучатся Те Что Других Доводили До Греха Наставляли На Зло Когда Говорила Про Те Муки Слезы Текли У Ни Из Глаз А Люди Слушая Ее Плакали И Много Было Таких Что И 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 Николай Однако Все Это Она Говорила Во Сне Да Во Сне Когда Сильно Уставала И Не Могла Болей Выносить Того Что Видела Сейчас Приказывала Себя Будить Как Же Будить Ты Верно Думаешь Как Так Будить Как Будет Спящего Вовсе Не Так Потому Что Можно Было Шевелить Ее Даже Сильно Уколоть Чем Нибудь Острым Она Ничего Не Чувствовала Чтобы Пробудить Она Приказывала Приложить Стекло Себе К Сердце И После Того Только Открывала Глаза И Была Такая Измученная И Усталая Что Не Могла Промолвить Слово Когда Расспрашивали Ее Про То О Чем Она Во Сне Говорила Она Ничего Не Помнила Николай А Про Жизнь На Небесах Тоже Говорила А Нуфрий Про Это Я И Хочу Теперь Рассказать Тебе Как Очевидец Потому Что Я Был У Нее Уже На Четвертый День Вместе Спокойным Отцом Левицким Когда Мы Вошли Она Уже Лежала Во сне С Закрытыми Глазами Но Она Сейчас Обоих Нас Узнала И Проговорила Шепотом Наши Имена Мы Подошли К Ней Она Лежала На Спине Со Скрещенными Руками Как Есть Покойница Только Чуть Чуть Заметно Дышала Потом Вдруг Заговорила Ах Вижу Свет Прекрасный Свет О Как Тут Сладко Как Люба Слышу Вдали Тихие Звуки Ах Какое Дивное Пение Но Это Неземное Пение Неземных Голосов Это Такое Пение Что И сказать Вам Вид Ее Совсем Изменился Грудь Тихо Воздымалась На Лице Было Написано Великое Счастье Блаженство Покойник Отец Андрей Стал Ее Расспрашивать А Есть Теперь При Тебе Твой Путеводитель Анна Есть Но Он Уже Не Такой Грустный Как В те Дни Когда Мы Носились По Местам Темным Среди Темных И Несчастных Духов Ах Какой Он Ныне Прекрасный Какой Ясный Не Могу Наглядеться На Красоту Его Не Могу Надышаться И Насытиться Той Любовью Что Развита Во Всему Этому Небесному Воздуху И Наполняет Собою Все А Зрешь Ли Анна Каких Нибудь Блаженных Духов Вижу И Сама Уже Нахожусь Между Ними Видишь Ли Кого Из Знакомых Вижу Много Знакомых А Кого Видишь Ближе Всех Старую Бабушку Семеновну Из Нашего Посада Которую Мы Недавно Хоронили Которую Никто Не Хотел Проводить По Христиански До Могилы Потому Потому Что Бедна Была Не На Что Было Угощение Справить Водки Купить О Какая Мерзость Она Говорит Со Мной Она Здесь Не Старая Прекрасная Дивная Прекрасная Преображенная А Как Ты Ее Узнала Души Здесь Семь Собою Знакомы Потому Что Видит Все Ясно Что Ж Она Тебе Говорит Благодарит За Проводила До Могилы Разве Такое Доброе Дело Проводить Покойника До Могилы Да Это Означает Любовь А Любовь Выше Всего Примолкла Немного Как будто Б от Усталости Потом Опять Сильнее Начала Дышать И Снова Заговорила Люди Братья Мои Сколько Между Нами Таких Грешников Что Не Думает Никогда Загробной Жизни Не Ходят В Церковь Из Лености Не Молятся Предаются Недобрым Мыслям Творят Злые Дела Ни О Чем Не Заботиться Кроме Тела Сколько Между Вами Таких Грешников А Что Такое Тело Наше Ничтожная Оболочка Подобная Той Что Сбрасывает С себя Крылатое Насекомое Улетая На Вольный Воздух Ох Как бы мне Хотелось Рассказать Вам Все Что Здесь Вижу Но Не Могу Почему Не Можешь Анна Спросил Покойный Отец Андрей Рассказать Все Рассказать Мы Мы Хотим Знать Что Там Будет Невозможно Рассказать У Вас На Земле Нет Для Этого Слов А У Меня В Груди Силы Ежели Пусть 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 Красота Пусть 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 Силы Если Такая Красота Которую Не Может Вынести Дух Чистый Доколе Еще Совершеннее Не Очиститься Еще Более Не Приблизиться К Богу